В центре Москвы избит гражданский активист Михаил Шульман. На председателя ТСЖ напали в четверг вечером во дворе дома на Рождественском бульваре, где он живет. Сейчас Шульман в реанимации. Нападавшие били его по голове и проломили череп. Близкие Шульмана считают, что он пострадал из-за своей деятельности на посту председателя ТСЖ. А блогеры сравнивают нападение на Шульмана с избиением журналиста Олега Кашина и ищут в случившемся след движения «Наши». Елена Шмараева расскажет об этом подробнее. Лена. Здравствуйте, коллеги. Михаил Шульман вышел из дома всего на час и было еще не поздно, около восьми вечера, написала в своем блоге в ЖЖ его жена Екатерина. Она услышала крики, выбежала во двор и встретила там истекающего кровью мужа. Он был еще в сознании, самостоятельно шел и успел сказать жене, что нападавших было трое. Сейчас Шульман в нейрохирургической реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У него открытая черепно-мозговая травма, перелом костей, своды основания черепа, множественные гематомы головы. Близкие Шульмана уверены, но Михаила напали из-за его деятельности на посту председателя ТСЖ. В доме на Рождественском бульваре Шульман живет с женой и двумя детьми. В другой квартире того же дома проживает его сестра Лариса. Несколько лет семья Шульман судится с владельцем квартиры на верхнем этаже, который, по их мнению, незаконно присвоил чердак дома. Недавно, 10 февраля, ТСЖ вернула чердак в общую собственность всех жильцов, выиграв иск в Мещанском суде. Нам угрожали команда, такая рейдерская преступная группировка организованная, в которую входит Журбинов, который захватил наш чердак, Константиновский, вот так эстейт, Миронова, который вот ему содействует, Соколов, адвокат, который обслуживает. Также чиновники Москвы, управа Мещанского района, ТС Мещанского района. Правоохранительные органы пока версии не строят, даже уголовное дело по факту нападения еще не возбуждено. Как рассказали телеканалу «Дождь» при службе управления МВД по Москве, из больницы им поступило сообщение об избитом мужчине. Проводится доследственная проверка. Сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев считает, что это дело должно быть взято на особый контроль, как преступление против гражданского активиста. В случае того же самого порядка, что избиение, скажем, редактора «Химпинской правды» или другие там избиения журналистов, то есть это невозможно тут различить корыстные преступления от политического. Спасибо. У меня еще вопрос, Калинина Шмараева. Каковы ее наблюдения? Вот такое впечатление, что вот это становление нового способа управления жильем, да и владение, собственно, жилой собственностью, оно становится такой криминальной очень сферой. Вообще, в принципе, заниматься ТСЖ это довольно опасное дело. И случаев таких, мне кажется, довольно много. Таких свидетельств мелких, да, о том, что это, в общем-то, такое сложное мероприятие, да, пока сложно, люди привыкают к этому как минимум. Вот по наблюдениям Лены как? Есть ли какие-то действительно судебные дела с этим связаны, криминальная история громкие? То есть есть ли подтверждение вот этих впечатлений? Да, Маш, действительно, с ТСЖ связано очень много скандалов. И, как тот же Катаев мне рассказал, около 5000 исков сейчас подано в суды, вот только в связи с чердаками, подвалами и прочими общими территориями. Есть даже специальный бизнес, который, в общем, интересует такое подразделение МВД, как подразделение по борьбе с экономическими преступлениями. Это вот как раз фирмы, которые помогают оформить чердаки в собственность, присоединить к квартире. Что касается нападений, вот на тех же Шульманов нападали уже много раз, но, как правило, это не попадает куда-то в новости, потому что, ну, все-таки, скажем так, бьют не так сильно. То есть, известно, что им там сжигали машину, нападали вот на ту же самую Ларису, но вот пока до реанимации не доходило. Спасибо, Анна Ильич. Коллега Ильина Шмараева о том, кто может стоять за изменениями председателя московского ТСЖ, гражданского активиста Михаила Шульмана.